Посетители и больные уверены, сегодня обычный рабочий день. Но в отделении переливания крови царит легкий ажиотаж. Наглядная агитация и плакаты, нарисованные, кстати, детьми Ленинского района, неоднозначно указывают на то, что это не совсем обычный донорский день. Хотя это и плановый день донора, он запланированный, но мы решили его посвятить и наши коллеги, наши партнеры, организации, с которыми мы сотрудничаем поддержали, 150-летию Российского Красного Креста, которому ответим в понедельник, 15 мая. На этот день донора мы, конечно, пригласили всех жителей города Видно, но особо пригласили наши организации, с которыми мы сотрудничаем. Мы уже много лет, 8 лет проводим с ними работу, проводим различные мероприятия. И они решили поддержать нас, вот так вот прийти в этот праздничный день, сделав такое доброе дело. Действительно, большинство из тех, кто выстроился в очередь в регистратуру, люди в погонах. Здесь сверяют данные из карточки донора, которые тут же и заводят. С паспортными данными. Многие пришедшие уже имеют опыт сдачи крови. Так, а вы в доноре уйдете? Угу. Нам не сдавали? Нет, вполне. Несмотря на то, что сдача крови происходит организованно, никакой обязаловки нет. В нынешнем дне донора приняли участие слушатели Центра профессиональной подготовки, сотрудники ГИБДД и полиции, жители района. Для некоторых из них это дело привычное. Я принимал участие, я уже сдал. Самый первый. В среднем проходит от 30 до 50 человек. Сейчас у нас уже прошло более 40. Я думаю, еще будет человек 20, 25 будет. Процесс сбора крови благодаря средствам массовой информации и кинофильмам хорошо известен. Несмотря на то, что посетителей сегодня много, каждому из них пристальное внимание и бережный подход. Впрочем, если у вас есть желание сдать кровь, для этого вовсе не обязательно ждать дня донора. Хорошее дело можно делать в любое время и даже на постоянной основе. Ограничений минимум. Наше отделение переливания крови принимает два дня в неделю. Вторник и среда с 8.30 до 11.30. Пожалуйста, может любой гражданин, житель города или житель района приехать и сдать кровь. Единственное, от 18 до 60 лет должна быть регистрация или прописка Москва Московской области. Желающие сдать кровь должны придерживаться определенных правил. Накануне легкий ужин, в день сдачи крови, легкий завтрак. За 48 часов исключить спиртные напитки. Перед тем, как сдать кровь, у них меряет давление, гемоглобин смотрят. И если это все в норме, и человек заполнил анкету и сам сказал, что со мной все в порядке и подписался под это, только тогда он может сдать кровь. Кроме морального, существуют и иные виды поощрения. Донору предоставляется два дня оплачиваемых отгулов и денежная компенсация на питание в размере 600 рублей. Хотя знание, что возможно ты поможешь спасти чью-то жизнь дороже любых денег. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.